Во имя Отца и Сына и Святаго Духа всех поздравляю с воскресным днём. И вот в нынешнем Евангельском воскресном чтении мы слышали об исцелении десяти прокаженных. Повествует нам Евангелист Лука о том, что когда Христос ходил в одно селение, то его встретили десять человек прокаженных, которые вдали остановились и громким голосом восклицали «Иисус и наставник, помилуй нас». И вот Христос сказал им «Пойдите и покажитесь священникам». И когда они шли, то они очистились, то есть исцелились от своей болезни. И вот девять из них пошли дальше действительно исполнить то, что сказал им Христос, то есть показаться священникам, засвидетельствовать то, что они получили исцеление. А один из них, который был самарянин, он возвратился и громким голосом прославлял Бога. И пал к Ницк его ногам и благодарил его. И вот один, и он был самарянин, то есть не иудей. И тогда Христос сказал им «Десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились, воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Ну и этому человеку сказал, что «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Ну вот этот случай, он для нас, он короткое повествование, но очень важное. Потому что очень важный смысл оно в себе содержит. То, что случилось с этими людьми. И, ну, можно сразу сказать о том, что вот эти люди, которые были прокаженными, конечно, их жизнь, она стала сплошным мучением. Это и терпение болезни, то есть проказа, когда человек как бы заживо сгнивает. То есть он разлагается. И, ну, в то время эту болезнь остановить было невозможно. И, кроме того, она еще была и заразна, и поэтому эти люди, они не имели права вообще общаться с кем-либо из здоровых. То есть они были по закону, должны были держаться вдали от всех. Специально, когда они шли, должны были восклицать определенные возгласы, что он болеет, чтобы к нему случайно никто не приблизился, к такому человеку. Но вот здесь мы видим, что эти люди, они собрались десятером. Тоже это не случайно. Это было как по закону, по определению для иудейскому. Вот десять человек это было, ну, такое полноценное собрание для молитвы к Богу. Потому что, когда собирались, к примеру, иудеи в синагогу, если бы собралось там восемь-девять человек или меньше, то это было бы собрание неполноценное, они не могли бы совершать, ну, свои там молитвы и, ну, обычное такое синагогальное богослужение. Вот когда было десять человек, то уже совершаться могло все. И вот эти люди, видимо, они тоже к Богу молились, то есть они собрались десятером, но при этом мы видим, что среди них был еще и самарянин, один из них. Вот, а самаряне для иудеев это, ну, еретики, то есть еретики, которые исказили священное писание, с которыми запрещено было общаться. Но здесь видим, что болезнь, она как бы объединила их, то есть она изменила их даже воззрение, она болезнь их сделала ближе друг к другу, несмотря на даже отступление в вере, то есть смягчило их сердца. То есть мы видим, что они уже не смотрели на то, кто человек, какой он, но понимали, что они, все они в одной беде и всем им нужна помощь. Ну и вот они все вместе ходили и когда видели Христа, то есть они слышали о Нем, когда они Его увидели, то издалека стали восклицать, «Иисусе наставниче, помилуй нас». Они не могли подойти, но мы видим, что Христос им повелевает идти и показаться к священнику. То есть тоже то, что нужно было сделать по закону, потому что проказа была достаточно в то время распространена, при этом она была распространена, и сами иудеи считали, что проказа – это наказание за определенные грехи, то есть не просто так человек заболевает, а за определенные грехи. Вот сейчас даже проводили исследования и выяснили, что на самом деле проказа, некоторые люди ей не заболевают. Как-то делали такие исследования, и один из врачей, он даже сам общался с прокаженными, но он понял, что и при этом он не заболел, а другие заболевали быстро, когда входили в общение. То есть не всех эта болезнь касается, и вот у иудеев было воззрение, что за определенные грехи она посылается. В частности, один из примеров приводит это за осуждение начальства, тех, кого поставил Господь. Это мы помним из Ветхого Завета случай, когда заболели проказы, были поражены проказы от Господа сестра и брат пророка Моисея, Аарон и Мариамна. И действительно они стали роптать на Моисея, почему его Господь поставил над ними, и почему он поставил его управлять, хотя мы знаем, что сам Моисей не был красноречив, но наоборот был косноязычен. То есть они как-то перестали видеть в нем достойного такого лидера и стали роптать на Бога, и за это они были поражены проказой. Но потом Моисей помолился, и они были исцелены. То есть этот случай тоже стал поводом считать то, что проказа посылается за какие-то грехи, ну в частности за ропот, за то, что, например, Господь поставил определенное начальство, управлять народом, а когда мы ропчим, вот достойный такой болезни, человек достойный такой болезни. Ну и по закону эту болезнь должны были как бы освидетельствовать именно священники, священнослужители, целая была, у них такая как бы инструкция, вот мы если почитаем книгу Левит, там целая глава посвящена разным случаям и тонкостям проявления этой болезни, вот священники должны были освидетельствовать и должны были засвидетельствовать, человек действительно болен проказой или нет, или он исцеляется, и для кого эта болезнь опасна, то есть от кого исходит опасность заразить других, а для кого нет. И, скажем, тоже один из вариантов вот этой болезни, он имеет некое символическое духовное значение, а именно то, что когда человек был поражен проказой, но не полностью, то есть какие-то части тела его были поражены, то он считался больным и заразным, и ему нельзя было общаться с людьми, но вот должны были на него действовать эти ограничения. Но если человек поражен проказой полностью, то есть нет ни одного на нем чистого места, то он объявлялся чистым, и он мог и общаться с людьми, и то есть на него эти ограничения переставали действовать. То есть тоже, казалось бы, может быть и неправильно, но на самом деле это приводит к толкованию святые отцы в духовном плане о том, что действительно проказы как образ греха, который поражает человека, но при этом, когда человек видит какие-то отдельные грехи, то он действительно эти грехи в нем действуют, но при этом он перед Богом, он как бы не чист, в том случае, если не видит себя всего пораженного грехом. Вот когда человек научится видеть себя всего пораженного грехом, не только в каких-то явно злых, нехороших делах, но и во всем, что он делает. Во всем, что он делает, есть примесь греха. И вот когда человек увидит, это может произойти по благодати Божией, тоже саму человеку это фактически невозможно, потому что в самой глубине души всякий из нас, он думает о себе, что он в чем-то да хороший, в чем-то что-то хорошее в нем есть, что-то свое хорошее есть. Но вот перед Богом ничего хорошего, кроме самого Господа, быть в человеке не может. И, как говорит Священное Писание, и в Ангелах Господь усматривает недостатки, тем более во всяком человеке. Но вот когда человек увидит себя пораженного грехом во всей полноте, то он, ну, перед Богом как раз только тогда он как бы оказывается чист, потому что Господь, когда человек со смирением, с признанием своей нищеты к Богу приступает, то Господь тогда такого человека готов принять. Принять уже как действительно увидевшего то свое реальное состояние, в котором человек находится. И дается такому человеку и покаяние, и очищение от болезней духовных. Ну вот, здесь мы смотрим, что происходит с этими людьми. Господь их посылает к священникам. Действительно, эта болезнь, она могла изменяться. Были, бывают случаи, когда вдруг сама по себе болезнь отступает, и вот Христос посылает этих людей показаться священнику. То есть в них тоже, конечно, какая-то надежда уже появляется, что что-то в них может измениться, что они не настолько глубоко больны, что священник может засвидетельствовать, что какие-то процессы пошли к улучшению. Но когда они идут, то они очищаются полностью. То есть по воле Христа, по повелению Христа болезнь отступает, они очищаются. Ну и видим, что происходит. То, что один человек возвращается и воздает славу Богу, и благодарит Бога. А девять, они идут, ну они исполняют все по закону, но можно сказать, что от радости они уже и забывают того, от кого они получили исцеление. Они радуются своему освобождению, потому что действительно это исцеление, это подобно как бы некому освобождению из темницы. То есть они могут жить дальше уже полноценной жизнью, они бегут, стараются быстрее как-то этим воспользоваться. Ну вот, а этот человек, самарянин и племенник, тут для них есть некое оправдание даже, потому что самарянин, он не обязан был соблюдать все тонкости закона. Вот он, будучи, ну, еретиком, они, самаряне жили там по своему правилу, своему уставу, они не обязаны были к священнику, тем более к иудейскому приходить. И вот он возвращается, он возвращается, и Бога благодарит, и Христос его хвалит, ну, а тех он фактически осуждает, говоря, что где они, почему они не пришли. И для нас этот случай, он служит важным уроком для того, чтобы мы тоже не были неблагодарны. Вот благодарность – это одно из свойств души, одна из, ну, можно даже сказать, что одна из самых важных добродетелей, потому что, получая от Бога все необходимое, мы, на самом деле, и сами не очень-то часто благодарим Бога за то, что имеем. Да, больше у нас в жизни проявляется разного рода скорбей, трудностей, и за которые мы, ну, к Богу обращаемся, к Богу обращаемся, просим у Бога помощи, там, исцеления или помощи в делах, разрешения каких-то ситуаций сложных, но при этом, ну, хорошо, если мы хоть благодарим тогда, когда получаем просимое. Но вот благодарить за то, что мы просто имеем, на это часто у нас просто не хватает даже каких-то душевных сил, да, больше нас поглощают те наши скорби, те трудности, которые мы имеем. Ну, а на самом деле, если бы мы научились Бога благодарить всегда и во всем, и даже, ну, можно привести пример святых, которые вообще благодарили, в том числе и за скорби. Да, к этому не сразу можно прийти, тоже это от себя требовать такого благодарения было бы и неразумно, потому что то, что мы не понимаем, этого делать не нужно. Но, по крайней мере, не забывать благодарить о том, что мы имеем вообще, что Господь нам дает, то, что мы и не голодаем, и если и болеем, то тоже Господь не дает нам вот таких болезней, которые нас бы не только лишали бы здоровья, но лишали бы и вообще всего общения с близкими. Ну, действительно, эти люди подобны тем, которые сидят в тюрьме. В них невозможно ни с кем не общаться, ни в чем они участвовать не могут, как бы жизнь их, она полностью ограничена в их деятельности. Ну, а на примере святых мы видим, что можно благодарить вообще за все, но путь к этому – это, конечно же, терпение. Если мы даже не понимаем, за что можно благодарить, если мы терпим скорби, за то, что, за что благодарить терпим болезни, но если мы, по крайней мере, постараемся не роптать, по крайней мере, постараемся претерпевать то, что нам посылается, действительно принимая это как от руки Божьей, как от того, что Господь по своему промыслу нам посылает, то обычно с течением жизни, по опыту, мы, когда какой-то период уже проходит, то, оборачиваясь назад, мы можем увидеть, что действительно то, что произошло, произошло, оно произошло, ну, во-первых, и не случайно, что действительно Господь действует в нашей жизни, а во-вторых, то, что мы при этом получаем некую пользу для дальнейшей нашей жизни, для дальнейшего какого-то укрепления, ну, в первую очередь, в плане духовного, потому что все то, что нам Господь дает, посылает, это посылается нам для того, чтобы нам укрепиться в жизни духовной, для того, чтобы нам приблизиться к Богу, для того, чтобы нам стать наследниками жизни вечной, для того, чтобы приобрести те добродетели, которые нам помогут войти в жизнь вечную, но и не быть отвергнутыми из той вечной блаженной жизни, которую у нас Господь призывает. Поэтому нам нужно, по крайней мере, не понимая то, что происходит, постараться с терпением пройти то, что с нами случается, потерпеть. И действительно, если мы с молитвой, с доверием Богу будем так свою жизнь проходить, то потом у нас появится и благодарение, причем благодарение не только за то, что было у нас хорошего, явно хорошего, но и даже и за то, что было, может быть, для нас и скорбью, и трудностью, но потом приносит некие благие плоды. Поэтому будем стараться, взирая на этот случай, на пример этих людей, один из которых оказался благодарным, и который получил и от Бога похвалу, и свидетельство о том, что его вера, она действительно есть, она действительно ему помогла и в этом случае, есть у него надежда на то, что и в дальнейшем это будет, Господь будет с ним и будет помогать ему. Одно из свойств неблагодарности, это то, что Господь, если человек неблагодарен за то, что ему дается, Господь может отступить и дальше не продолжать давать какие-то свои милости, свою помощь. Поэтому мы, получив что-то небольшое, можем лишиться и в дальнейшем большего, что Господь мог бы нам дать, если бы мы проявили свое благодарение. То есть, на самом деле, неблагодарность, это не просто какое-то личное наше, ну такой небольшой недостаток, но это то, что перед Богом является согрешением перед Ним. То есть, это то, что нас отдаляет от Бога, то, что нам мешает вообще возрастанию нашей духовной жизни. То есть, в этом нужно нам быть внимательными. Поэтому будем стараться воздавать Богу благодарение и за те благие дела, которые нам Господь дает. Ну и за то, что Господь посылает, может быть, мы не понимаем, для чего какие-то скорби, трудности, но, по крайней мере, потерпеть. Но если есть возможность силы души, то и не роптать, но и даже благодарить Бога и за те скорби, которые нам посылаются, чтобы нам приобрести доверие Богу во всем. Поэтому постараемся быть благодарными, постараемся не быть неблагодарными, то есть, избежать этой пагубы. Действительно, это как пагуба, которая человека отдаляет от Бога и низводит его в духовной жизни. Но постараемся через благодарение и приблизиться к Богу, но и достичь жизни вечной и тех благ, которые Господь нам дарует. И сейчас в меру возможностей воспринять их, ну а главное, приобщиться к благ жизни вечной, Царства Небесного. Аминь.